Это делается для того, чтобы за нами всеми следить. Моха это, следить за нами будет. Все. У меня паранойя начинается, честно. Одесситы боятся. Говорят, новый закон ограничит их свободу. На основании изменений в законе о телекоммуникациях пользоваться мобильной связью можно будет только на основании договора и предъявления всех личных данных. Закон вступит в силу уже 1 мая. С этого дня без паспорта сим-карту не купишь. Паспорт это все-таки такой документ, что может использоваться потом против. Сколько мы знаем уже из-за кредита, из-за всего. Вообще против. К нововведению мобильные операторы отнеслись скептически. Опасаются, что тут же появится черный рынок мобильных услуг. А также начнутся спекуляции. В одесском филиале Киевстар все же не спорят. В законе есть свои плюсы. Снизится уровень мошенничества. А абоненты заручатся дополнительной защитой. Добровольная идентификация абонента позволяет избежать мошеннических действий. Поскольку с развитием технологий и инноваций все больше номеров привязаны к банковским карточкам. Все больше происходит взломов и установок операторских базовых станций. В базе данных мобильных операторов будет храниться досье о каждом пользователе. Имя, фамилия, дата рождения, серия и номер паспорта. Регион, адрес регистрации и номер телефона. Эти данные правоохранительные органы могут использовать для поимки преступников и предотвращения терактов. Некоторые одесситы стараются искать в таком законе положительные стороны. Даже не надо далеко ходить. Мы смотрим сериалы. В раскрытии преступлений сколько раз играло это положительную роль? То же самое у нас. Мне лично бояться нечего. Почему я не могу зарегистрировать свою сим-карту? Сегодня 90% абонентов в стране пользуются безымянными симками. Со вступлением в силу нового закона операторам придется полностью перестраивать систему продаж, которая складывалась на рынке годами. Закон создаст неудобства не только им, но и пользователям, особенно проживающим в глубинке. Мелкие торговцы и почта, распространяющие симки сейчас, просто откажутся этим заниматься. Слишком хлопотно. Юлия Федорова и Александр Кремлев. Телекомпания САТВ.